Девушки отдыхают Всякими финдами, облями и прочим ХСМ слева на 1000 очков Хаус Лорд с 5 чузенами в одном юните 5 рубриков из кодекса 1000 сынов Ринка, за ней финт 1 предатор Деймос из легенд И 4 облитератора А теперь армия ХСМ на 1000 очков справа В Хаку Лорд, также с 5 чузенов 5 посестов, также 5 варп талонов 4 облитератора и Сикаран Винатор И тут есть один важный нюанс Дело в том, что мы играем 2 на 2 А когда ты играешь 2 на 2 Это два разных игрока А какая самая крутая стратегема Есть у ХСМ? Правильно? Обскюрэйшн или как там ее? Нурглядская, короче Типа если дальше 12 дюймов стоишь Стрелять не можешь в юнит, который под этой стратегемой Находится Как вы думаете, вся ли техника, которая будет долбить нас издалека Нурглядская или нет? И два игрока будут прикрывать сколько техники в ход? Одну или две? Правильный ответ две Ну и чтобы вам совсем рыб мясом не казалось Наши с Михаилом ростера Слева те, что зеленые саламандрой Классический наш ростер Что раз его видели Репульсор везет трех эрадикаторов с мельтерайфлами Импульсор везет пять блейдгардов с капелланом Шесть агрессоров с огнеметными Идут через стол возглавляемый капитаном в грависе И на сдачу пять интерцессорных осолдников А справа серая часть спейсмаринов Моя и у меня Во-первых, шестерочка блейдгардов Которых ведут капитан дубина С двумя дубинами И летеха мини дубина Потому что у него все-таки одна дубина Вторая часть пиктуры моей Это десятка инфернусов И их тоже ведет летеха Но он уже обычный, без щита Танковое отделение Это гладиатор Вэллиант С мультимельтами, с ласталонами и прочим говном А еще он БТшниковский Поэтому у него дополнительная еще мультимельта есть Все в мультимельтах вообще И, конечно же, прекрасный мой боевой краб Баллистус И ведет их Кто? Правильно Мой прекрасный, прекрасный техмар И тут как бы, да Дело в том, что у меня это просто Стартер прошлой редакции Индомитус же в прошлой редакции выходил Стартер прошлой редакции Плюс агрессоры Плюс импульсоры И все А у Михаила Как бы тоже Набор чего-то И вот этим Мы будем сражаться Против вот этого Удачи нам Расстановка Hammer and Anvil По-коротким Chillin Rain Ничего не происходит Просто дождик Остужающий Капает И нужно мочить врага А также скорить Заставляю это выглядеть следующим образом Точка раз Точно в центре за руинкой Здесь точка Там точка И у противника Рядом с Винатор Правильно называется Это хрень Короче, противник едет в ринке Там едут Chosen с лордом Тысячники За этой руинкой Бегут По сестике Танк объезжает Нас с левого фланга Также Chosen Вот там вот в руинке ходят Здесь Варталоны И Финн стоит За руиной У нас Все спряталось За центральной Наши танки Зеленая часть В основном здесь Серая Здесь так получилось Мы хотели Смешанным строем идти Но как-то Не срослось Мы с Мишей Посмотрели на эту расстановку И Миша мне говорит Денис Нам ни в коем случае Нельзя ходить с первыми Я такой Понял тебя, Михаил Время колов Пределение первого хода По два кубаса С каждой стороны Так, Евгений Добавьте к четверке Никто не знает Три Семь В сумме Нам надо с Михаилом Кинуть меньше Мы хотим меньше Три Я справляюсь Михаил Лох Рерули Давайте Семь на семь Значит Блин Я ухудшил результат Нет Нет Это победа Первый ход Спейсмаринов По левому флангу Идут вперед Это у нас кто, Михаил? Блэд Горды И на правом фланге Пока Михаил представляет У нас бегут на шесть Агрессивно Агрессор к той точке Но, естественно Не достают Импульсер едет Где-то за ними И Когда они освободят Все это дело Чуть-чуть Репульсер Поедет Тоже как-то там Чтобы Чтобы кого-то увидеть Там, конечно Все нурлядское Но что поделать Танчик Отправляется Даль За Блэдгард Ветеранами Магнеметчики Обходят Да, вот По боку Не хотят в руинку Ходить под стрельбу Там, сами понимаете Всякая жесть И прочее Негодяйство И только Дредно Тоже войдет Пугать через руину Кого-нибудь Там Вот так Таким звуком И этот А Солднички На точку станут Фасты любые Двух игроков Стратегемочки Нурглядские Запретить стрелять В этот Запретить стрелять В тот В результате Вот эти два Вообще не могут стрелять Но Михаил Хитрый Он слева Танчиком Во вражеский танчик Свел его до трех вундов Все попал Все пробил Но что-то дон демчу Малкину И на этом Конец хода Потому что Больше никуда Нигде никто не достает Не видит И не добегает А я вам говорил Что мы будем есть За обе щеки Эти нурглядские Стратегемы Говорить Ещё Мы их едим Первый ход HcA Выходит Челзаны Из рюиночки Бегут А это Не Челзаны Извините Опустите Пожалуйста Это Рапталоны Сюда хотят Выдвигается На позицию Для стрельбы Финт Танечка Чечærке Подъезжает Поближе Челзаны В туру инку Бегут Далее Из ринки Вылезает Также Челзаны с адвансом пробегает вот сюда, хотят чаржиться в блейдгардов ринка, движется к точке, высаживает парней своих, тысячников, которые там были, рядышком. Здесь, тебе в руинке, кто там находится в эти... Да. По сестике бегут, и танчик тоже двигается по правому-левому для нас флангу. Инфернусы возбудились на Авервотч, пожгли Чоузенов, убили двух, занесли батлшок-тест, они батлшок-тест провалили. Страшные. Фастлибы на левом фланге танк, все стреляли, кто мог, там, вражеский танк, вот еще помогал, шести оставили. Тут тоже пачка пехоты пытался уничтожить... Нет, хочу сказать, Варп Смит, это Техмарин. Техмарин откидал практически все, в двух вундах остался, а вот как-то что-то Чузы не очень у них получилось. Умер один на пакте. Три ранки себе. Потом Финт просто всех нахрен разнес. Без вариантов. Мы под Армор Комтеф были, но тем не менее, даже четвертый, потому что мы кидали и у нас и руинка, и минус КП, стал капитан в четырех вундах. Даже он провалил четвертый инвуль. И вот эта большая негодяйская... А, да, извините, Финт в пакт провалил, три вунды получил. Большая пушка, 14 вундов, плюс еще сверху там ракеты пришло, и, в общем, это взорвалось. Вывались парни, раны не получили. Фаза Чирджей, варп талоны, девятый чардж, что-то не получилось у капитана. И последствия там седьмой чардж, бегут в Блэйд Гордов. Три и три, это шесть. Что-то тоже не то. Ну ладно, тогда... Видимо, Чоузены, да, у Блэйд Гордов, четыре мужчины, дошли. И Ринка тоже пытается как-то доехать там, как-нибудь в объезд, нет, не получилось. В результате набили двоих Блэйд Горд ветеранов, а Блэйд Горд ветераны в ответ Чоузенов вместе с Лордом закопали полностью. Полностью. Полностью провалился чардж, и на точку шли за консолидацию. И вот здесь, друзья, я наблюдал со стороны то самое знаменитое, легендарное хасидское нытье со стороны. Приходят, значит, наши два оппонента, Алексей и Евгений. И такие, мы, когда увидели ваши растера, просто охренели. Столько моделей. Вообще просто жесть. Вы нас порвете. У нас тут маленький финдочек. У нас какая-то пехота непонятная. Мы такие, в смысле? Это кусок стартера с импульсером и какой-то хлам с полки Михаила. Он там каким-то образом странно собирает своих новых спейс-маринов. Толком ничего нет. Вы просто посмотрите финдом сюда, вот этой вот штукой большой длинной туда, и двух юнитов не станет. А остальное, ну, как бы там уж разберетесь. Нет, что вы? Что с этим делать? Смотрите, сколько идут. Такие, пчхи, туда. Ой, простите, не стало ваших агрессоров. Тьфу, ой, извините, как так случилось? Непонятно. Нет, у вас ростер очень мощный, а мы, бедные хаоситы, сидят и продолжают прибедняться. Я подумал, неужели мы все хаоситы так со стороны и выглядим? Да, вот, собираешь столько лет армию, а потом взгляд со стороны и приходишь в ужас. Второй ход спейс-маринов. Точка раз, точка два, получили восемь очей. Блейд-гарды идут вперед, посестов разбирают, тысячников мочить, тысячники что-то не хотят возбуждаться. одно КП всего лишь, хочется защитить своих замечательных друзей, вот этих вот. Танечка починился на три дюйма и подвинулся вперед, не хочет вылезать под стрельбу того вот негодяя. Будет здесь разбираться. Или будет. Чинитель. Или будет. Уверен? Я бы не хотел, пусть потом постреляет. Ну, тоже вариант. Чинитель его, техмарин, товарищ, вот так вот идет. Короче, сюда выйдет. Огнеметчики тоже путешествуют во времени и в пространстве. У меня на правом фланге высадились из импульсера, пошли к варп-талончикам, импульсер выдвинулся на центральную точку и мельты наши тоже там куда-то идут вперед, типа шагают стрелять дружно в ряд. Фаст-либы с правого фланга из пистолетов с блейдгардов настреляли цело одного. Бери, пожалуйста, Алексей, спасибо большое. Четыре осталось в арталона. Далее из мельта райфлов мы стреляли, знаете, куда? В ринку. Знаете, во скольких оставили? В трех вундах. А Михаил с ласталона стрелял в винатора. Ставил в двух. Представляете? С мельт в упор. А это чего? А? А, ты умер. Там же мельта два. Взорвись. Я так, я думаю, только сейчас до меня дошло. Взорвись. Давай, шестерку. Бам! Нет, это кол. Простили, шестерку. Все-таки убили. Ладно, я хотел пожаловаться, у меня не получилось. Но! Я вам другое пожаловал. Смотрите, Михаил такой, мельты. Вообще ничего. Просто ноль. Вот ластал хорош, мельта плоха. И здесь постреляли из болт пистолетов, из огнеметов нашли целых троих. Убили рубриков. Осталась парочка. Фаза черджей танк в танк на семь дюймов как храбысь. Легко просто БАМ! Таран! На тебе! Там в упор идут Блэйд Горды в пас эстиков. И Финфернусы в рубриков просто добежали. Их порвали. Нахрен. Я надеюсь, что так будет. Блэйд Горды, Капитан. Капитан там типа не знаю, четыре, три, но дошел короче. И Блэйд Горды тоже дошли. Красавчики бьются с врапталонами. Врапталоны там хотят биться после смерти. Такое, что-то тебя слышал. В результате Блэйд Горды на левом фланге убили всех по сестиков. По сестике троем, да? Они отбились после смерти смогли. Убили двоих в ответ. В ответ завалил одного Инфернуса. И на правом фланге нашей Блэйд Горды замочили к чертовой матери всех врапталонов. Но самое главное это то, что танк задавил танк к чертовой матери. Танк с шоком просто хрррр. Мы сделали Эрил Денайл и Экстенд Батлайн в сумме 10. Но вы же не думали, что Космонессант просто так сдается вот этой вот губительной силе хаоса? Нет! Ради Императора мы готовы на все рубиться просто насквозь. Да! Наши Блэйд Горды выходят на смерть. Потому что очевидно, что Финн просто чихнет в одну сторону, чихнет в другую. Что тех Блэйд Гордов станет, что этих. Но какие еще варианты? Нужно вырезать эту грязь с лица галактики. И ответить-то мы толком не можем. Каким-то чудом Михаил там ласками долбанул. Причем метами в упор. Не! Пришлось чарджить в танк. А вот ласками ребята зажилились на кпшечку. Ты ничего не сделаешь. И практически убил этого. Я забыл, как танк называется. Неважно. Важно то, что к концу второго хода ХСМ нас на столе пожалуй не останется. Второй ход ХСМ. Они получили четыре очка за свою точку, которая находится там. Значит, финт перемещается на правый фланг. Вот туда он хочет моих разбавлять. Из дипстрайка тут же выпало четыре облитератора. Раз. Четыре облитератора. Два выпало на левом фланге. Здесь вперед идут Чаузены вместе с своим командиром. И не фоллбетчет отсюда парень. И хочет огнеметами, чтобы к какому-нибудь там пришедшему новым моделям пришло. Фаст любые главные орудия. Опять свинатора. Бэм! Сюда в двух ранах осталось. Билдераторы такие. Ну тогда поджарим этот танк. Смогли. А вот индиректом сюда не смогли. Остались в двух ранках. Тогда ладно. Тогда с него сюда пим на сдачу. Мне турерол помог. И три оставшихся жгли в блэйдгардов. Двух блэйдгардов убили. А вот сраный финт. Впрочем мы ничего не надеялись. Плазмами просто раз. Плохое слово моих блэйдгардов. Никого не стало вместе с капелланом. Только стоит на точке наш капитан. Фаза черджей облитератора. Девятый чардж огнеметчиков шесть и чего? Не вижу. А, не получилось, да? Дошли. Подвигай, пожалуйста, облитераторов кого-нибудь. А, вот сюда шел? Да. Я думал огнеметчиков показывал, ладно. И челзаны огнеметчиков. циничный 12-й чардж. Просто 11-й, 12-й пришли. И еще один чардж на левом фланге в баллистуса 9 дюймов. Евгений легко. 11-й, 12-й черджей кидает противник. Подвинь, пожалуйста, миниатюры для красоты. Наши зрители любят, когда левом фланге двигаются через стены до бедного баллистуса. Как результат, баллистус завален. Миша изобразили. Смотрите, вот такая рука божественная бах и завалила бедного баллистуса. Здесь убились семерых инфернусов. Они в ответ, блин, вы кубы видите, и руку волосатую, простите, убили последнего тысячника лабрикатора и одного Чауза убили, он уже убежал. В 5 вундах остался импульс, а сам ответ начал. Ах да, это еще не все. Еще, сука, 8 облитераторов, которые выходят и все нахрен облитерируют. Как будто бы не хватало тех юнитов, которые уже есть на столе. Хотя по трупсе, по живой силе, конечно, у хаоситов вышло неудачно. Они просто пришли, подставились под удар с той стороны и с той стороны Блэйдгардов, но и Блэйдгарды тоже подставились под чихи. Миша там что-то осталось еще. Вообще, конечно, как всегда, справляется лучше, чем я. Я 4+, кидать в принципе не могу, что я кидал за агрессоров, потому что снижал с помощью арморов контеп, там еще ковер, и типа 3-й АП прощался в 1-й, я кидал 4-й, но 3-дмага это 3-дмага, и любой провал 50 на 50, а там приходит ведрище, как вы понимаете, и парень у тебя умирает. С запасом вместе с капелланом просто, нет, капитан-то остался от агрессоров, нет, нормально все, а вот Блэйдгарды, да, там типа с запасом с капелланом все умерло. А Миша своим пешим, неповоротливым ростером каким-то образом умудряется выживать и что-то там даже убивать, хотя и он тоже потихонечку начинает заканчиваться, и у меня по сути, что, у меня остались капитаны и мои осолдники, а у Миши есть чуть-чуть инферносов и там по остатку тоже пара характеров, но у него есть легендарные лейтенанты. Третий ход Марров, наши осолдники идут там что-нибудь, ну пока вот точки ставят, не так, ой, хотел за ними руинку повезти, руинка не ходит, так, здесь наш капитан отползает назад за стеночку, будет делать клинс на точке, также там лейтенанту Миши клинс на точке будет делать, капитан идет спасать всяких негодяев, отряд инферносов с лейтенантом фалбекается, будет стрелять, жечь, унижать, а танчик отъезжает как бы тоже, чтобы освободить для стрельбы этих замечательных граждан, у нас несколько мельт, они красивые, вот так вот стали, будут их разбирать, фас стрельбы из мельт, скорпионы Серчалова убили двух облитераторов, смогли, потому что пятый один откинули, а так мы все до них донесли с огнеметов и прочего, выжгли трех чоузов, остался собственно лорд и последний чузак, я на правом фланге, здесь девятый чардж винатора делают товарищи инфернусы пришли, он правда уже полеченный там в пяти да, он уже, ну что поделать, и здесь серчалась со скорпионами своими, не очень хочет чаржиться, а вот капитаны всякие во вражеских лордов там на четыре подойти, и техмарин тоже в чоузену бык, вот так вот пришли, в результате здесь чоузена убил капитан, подранил немножко лорда и сверху колотушкой бэнк, техмарин убил, потому что злой рядом технику убили, на точку встал вот так вот, а там просто кекс, рек, чебурек, летал хитами, подранили сначала одну ванду сняли, а потом кувалды сверху бэм, и четыре дамага, как бы, с одного два, и с второго два, и с его не откинулись, танк сломался, в конце мы сделали лингеич на фронт и клинс пять и пять там и сям. Мне охвастаться нечем, а вот Михаил, как всегда, хорошо иметь с собой рядом под рукой Михаила, который просто через весь стол инфернусами, инфернусами добегает до вражеского танка и пинг лейтенантом, и все, больше нет танчика, и остатки других отрядов, капитан, там техмарин такой прибежали, мне разобрали, но проблема в том, что облитераторов все еще много на столе, да, живая сила в пехоту закончилась, в центре остались вот эти главные тяжелые орудия, которых не достать, но шесть облитераторов, да, не восемь, но этого достаточно. Третий ход ХСМ, ноль очков по миссии, на левом фланге облитераторы немножко расходятся, Михаил, помоги им, разойтись, сами не могут ноги не держат, вот так вот, и вот так вот, чтобы видеть летеху на точке, при этом всех мочить, да и финт идет тоже к точке, чтобы всех сломать парни здесь стоят, боятся кашлянуть, на них клятва от этих лежит, и они что-то могут поверочить, вдруг что-то произойдет, не хочется. Фаза стрельбы, в литераторе на левом фланге разделить стрельбу, двое стреляли в лейтенанта, и лейтенант в одной бунде остался чудом откидан, в ФНП, там, с и вы преролил, прям держался просто за точку, как демон, и также они стреляли куда здесь, в техмариничка. А, нет, убрали мне одного мальчушку, эридикатора. Дети по центру обосрались, им плохо, они капитана пытались убить в трех ранах в оставе. И также можно сказать, что обосралась Финк, потому что он убил техмариничка, а вот Инфернусов оставил, литеху. Фазчерджей, эти облитераторы на 4 дюйма в импульсор пинг, дошли. Вот эти облитераторы тоже кинули, дошли. Мы поверочили, не попали ни разу с рервалом, и там Финк кидает сколько-то, доходит, ух, смотри, как еле переступил ножкой, но дошел все-таки. И литенант сейчас будет разбирать своей огромной пальцей. Ладно, там два удара немножко везли, танк-шок он не перезивет. В результате литенант от танк-шока был сердечный приступ, он скончался. Михаил, изобрази сердечный приступ полетехи. Что, сердце мое? Здесь убили одного, один в ранке остался, ничего не сделал, ответ, и сломали мой импульсор, вот эти вот парни, используя всякие рероллы, дарк-пакты и прочие негодейские штуки. Ну, теперь точно, у меня остались только осолдники, которых просто никто не замечал, и капитан в четырех ранах. У Миши, у Миши тоже осталось пара героев, и нам нужно как-то справиться с шестью облитераторами. Это как бы шесть на пять, тридцать вундов во втором арморе, пятом инвуле, седьмой тофне. Ах, но у нас есть некоторые средства для этого, например, у нас есть плюс двух вунд, и в трибу, и в ближнем бою. Стрелять-то особо мне нечем, но тем не менее. Плюс можно в пару ран, все-таки там с болт пистолетов, опять же, пятый против седьмой, четвертый, неважно, абсолютно, да, на пять плюс пробиваешь. Ладно, ну хотя бы, может, клятва мне поможет. Четвертый ход космодесанта, у нас есть точка раз, у нас есть еще пара точек, где-то мы поэтому восемь очков зарабатываем. Наши космодесантики, жесткие осолдники, отправились вперед кидать гранаты и бить вот этим морду. Капитан подходит к ним же, лейтенант тоже такой, типа, че, сейчас мы вам гранат накидаем, да, правильно я понял? Ну, тот будет кидать гранат. А, тот будет кидать, а тот стоит. А, не двигается? Не знаю, ходить не хочешь, давай ввел. Ладно, капитан такой сюда. Точка, а мы все оставляем. Может, оставим? Хотя бы две можно оставить, эту и эту, да. Хорошо, только ты, чтобы тебя не вот этот вот не убивал. Хорошо. Гранатки, кинули наши пять пацанов, как будто бы держали за пазухой всю партию от всех, вообще, кто есть. Шесть марталок с меня, четыре марталок с лорда, двое умерло, десять марталок в сумме. Короче, один парень в пяти ранах, в другой в четырех остался. Чардж на три здесь, ровно три в переди и четыре здесь. Ну-ка, справишься? Ровно четыре. Что происходит? А вот капитан кинул одиннадцатый. Здравствуйте. В результате, посмотрите на счастливое лицо Михаила. О, он такой счастливый. Почему? Потому что он сначала капитаном убил одного, оставил второго в трех и 13 его пришло от моих пацанов под плюс ту вунд и что-то 13 третьих не откидалось. Померли. На точку подвинь, Михаила, там зашли такой ножкой типа хлобысь. А здесь наш капитан в грависе в одной вунде оставил. Зависли они, убили моего, к сожалению, эрадикатора, он не смог отхить на два пятых, а одну ранку принесли в капитана, он в трех остался. Нет, подождите. Мы чего-то еще можем? Мы можем, блин, вот этим говном, этими ошметками убивать облей? Ну да, у них нет скрина, они подставились, они типа в центре, они должны быть как бы в самом, в самом разгаре битвы, но, тем не менее, поражает это. Однако, жалко, что вот второй отряд просто, мы даже модель не набили, она в ранке осталась, чуть-чуть не хватило, и два, бля, это в два раза больше, чем один омель. А есть, напоминаю, в третьей гемке ХСМ, можно фолбэкнуться, стрелять и чарджить после этого. Ху, и как вы понимаете, два бля там могут наделать еще делов, ого-го. Четвертый ход ХСМ вышел с точки диноботик, фолбэкнули, за стратегемку могут чарджить и стрелять, постреляли собственно сюда один убил, к сожалению, не спасли. Постреляли в этого, убил. Короче, две модели просто всех трахнули, плюс еще он стрелял из плазмы троих и чардж, видимо, сюда. Здрасте. А, ты еще хотел вот так вот? Да. Короче, всех просто убрать сразу. И форджфильм тоже решил на 10 дюймов осолдников. Давай, кидай. Я других черджей здесь не видел, в принципе. Давай, двигай свою модельку. Миньк. Да, это не очень хорошо. В результате первыми стали биться облитераторы, ударив капитана. Два кп у меня было на перехват, поэтому я решил ударить. Я откинул из шести только половину и за кпшку пытаюсь сохранить, потому что у меня как раз три ранки. Ну-ка, четверка! Нет, это, естественно, колл с раной. Ну, что поделать? Убили капитана. Форд Швинт после этого убил одного. Ну, ответ, понятно, наш летний... Нет, сержант отряда что-то не очень. В очередной раз я сталкиваюсь с доказательством, что императора не существует, потому что в самый черный свой момент, когда последние герои на последнем издыхании цепляются за миссию, пытаются ее выполнить, ты говоришь, император, пожалуйста, дай мне силы, но он тебе дает единицы на кубах, а вот боги хаоса отвечают на молитвы своих поклонников, потому что просто две модели, два облитератора выходят из ХТХ, один совсем раненый, он тоже на последнем издыхании, в последней ранке, и разносят все нахрен, просто все надежды в хлам, и от нас ничего не остается. И наступает пятый ход, который, ну, уже ничего не произойдет. Пятый ход, и мы его просто обозначаем, мы фоллбэкнулись, мы ничего не можем сделать, просто уйти, чтобы не умереть в свой пятый. Противник после этого нас, естественно, каким-то образом убивает, и скорит, а вы точку еще какую, куда добежали? Больше никуда. Ну, чтобы 8, а, больше нас, да, на одну, все логично, типа, 8 дает просто одна точка, и неожиданно получается 64, 64. Однако, однако, несмотря на то, что нас просто трансклюкировали к чертовой матери, мы сыграли в ничью, потому что в основном стояли где-то в центре, что-то скорили, да, миссия была против нас, между прочим, потому что это было миссия, уничтожение, то есть заточки давали меньше очков, а вот если ты набивал больше, а ХСМ по большей части, только на один ход мы их в этом плане превысили, а в остальном они, естественно, нас просто нахрен разгребали, всегда набивали больше и получали за это очки, но мы где-то повторички смогли вытащить, а у парней с этим не очень складывалось, и вот они и точки тоже фигово скорили, я помню, был ход, где они вообще ноль просто по первичке заработали, и в результате, блин, ничья боевая, охренеть, я прям этого реально не ожидал, я реально этот момент, когда мы пятый ход просчитываем, я, значит, пишу за это очки, за это, и вот точки вы заняли, я такой, вы нахрен не поверите, вы не поверите в это, они такие, что, счет-то ровный, и да, это было неожиданно, но тем не менее, как бы, у нас получился такой взгляд на ХСМ с другой стороны, то есть до этого было два репорта, я за ХСМ играл и рассказывал, что у него круто, что мне все нравится, а теперь я против них сыграл, и могу сказать вот с другой стороны, что там вообще, очень злая, естественно, стратегемка нурглядская, особенно, когда их две, можно сказать, облитераторы, полная жесть, и да, тут, конечно, искажения парникам, у нас, типа, повторять юниты было нельзя, но как, так как два ХСМ было, и, ну, ты взял одну пачку облитераторов, все, все, ты вторую не берешь, да, но у тебя есть партнер с такой же пачкой облитераторов, и, оу май гад, это восемь против стартера и ошметок, Гней, а я буду все принижать, наш с Михаилом Ростера, потому что, ну, серьезно, я модели, вот реально, из стартера практически, есть агрессор, да, и импульсор, ничего себе, но, тем не менее, это не тот уровень, хотя, я не знаю, что могло, в принципе, из тех моделей поменяться, ну, поставил я, например, своего, как его, господи, Сикарана, он так же бы умер, как и репульсор, тут, конечно, вот обидно, что те же агрессоры, они просто куда-то побежали, сдуло, ничего, вообще ничего не сделали, репульсор такой, выехал, я хочу пострелять, нельзя, на тебе в ответ, бам, и все, но, такое, на самом деле, часто случается на парниках таких, в парке я периодически тоже в таких ситуациях бывал, ну, против тебя два игрока, против твоей тысячи, если они тебя начинают фокусить, то, извини, тут расстраиваться последнее дело, ну, опять же, ты, как бы, у тебя все разваливается, болей за своего партнера, Мишка же мой партнер, правильно, ну, вы не подумайте, ничего плохого, просто партнер по партии был, да, и он там шо всех ломал, кучи, с этими ранцами кроменными, конечно, все это смотрится забавно достаточно, и инфернусы, инфернусы, вот, я уже себе прикупил пятерочку, так что в сламандр, вот только репульсор для них еще отдельно, нужно, а может быть, я поменяю состав, блейдкардов, добавлю еще одного, так-то мы, как бы, пятером ездим, чтобы в репульсор, ой, импульсор, садиться, а так, типа, возьмите импульсор себе, инфернусы, а вот мы тут будем бегать, типа, шестером, скопиланом, просто по столу, и, возможно, кстати, туда еще добавим лейтенанта, а он у меня есть, стартерный, опять же, со щитом, и волкидкой, и такой отряд просто по столу водить, на самом деле, импульсор пучка, потому что, как бы, импульсор, ассоутная техника, да, но ассоутная техника не как, лендрейдер, с ассоутной рампой, а то, что ты можешь после адванса высадиться, то есть, это для стрелковых юнитов, на самом деле, правило, импульсором, во-первых, он открытый, ты можешь шестерых моделей стрелять, надо посадить инферносов с каким-то характером туда, пусть они оттуда огнем, а еще можно подлететь прям импульсором с адвансом, куда-то высадиться, и еще нажечь, а наш, собственно, деталь, как раз про это, м? Поэтому, больше инферносов, больше импульсоров, и тут жалко, конечно, что, опять же, блин, вот эта классная стратегия, мы когда тебе постреляли в транспорт, ты высаживаешься, отстреливаешься в ответ, к сожалению, не работает, когда транспорт уничтожается, и просто, типа, репульсор прошивает, даже если бы мне хватало, типа, 18 дюймов пострелять из мель, я не мог применить эту стратегию, потому что все, уже ее не на что просто применять, на ней написано, даже если уничтожен этот юнит, ты можешь ее сыграть, как на некоторых, так что, она работает только, если тебе не добили твой транспорт, но, тем не менее, мы с Михаилом, результатом, вполне удовлетворены, и будем еще вдвоем лезть на каких-то крутых чуваков, даже если это будет опять хаосит, которые опять будут ныть, мы такие, нет, сожмем наши имперские булки, ну, у нас, естественно, подставные имперские булки, но, а как еще хаоситом-то в современных реалиях крутиться, сами понимаете, и будем биться не на жизнь, а на смерть. Новые миньки нам все прибывают и прибывают, смотрите, опять же, хобби ролики Михаила, у меня про Саламандр пока что отдельного какого-то ничего нет, но я, наверное, подсоберу миник, придумаю новый формат, собираю такую-то армию, в которой буду делать ролики так, чтобы они не устаревали со временем, как в старых сериях, когда там репорты, сейчас 8-9 редакции, какой смысл этого смотреть, да, но я вот попробую сделать ролик, типа, как собрать Саламандр, там, не знаю, модельный ряд у меня будет, но это все не скоро, а пока мы будем наслаждаться этими битвами, опять же, оставайтесь вместе с нами, чтобы следить за всем этим процессом. Если вам Space Marine в принципе не безразличны, то у нас контента про них будет много, поэтому ни в коем случае не уходите, не переключайтесь, а на сегодня все, берегите себя и свои миньки. Ссылайк поставил и подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok